МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях прямо сейчас. На защите здоровья Республика готовится к вакцинированию от гриппа. Служу закону, служу отечеству. Своё 98-летие отмечает прокуратура Чувашии. Разрушительная энергия в Чебоксарах от рук вандалов пострадали остановки общественного транспорта. На повестке дня прививочная кампания и подготовка школ к новому учебному сезону в условиях ограничительных мер. Эти вопросы обсудил Оперштаб по противодействию коронавирусу. Республика постепенно возвращается к привычному образу жизни. В больничных стационарах высвобождаются места для оказания скорой и плановой медпомощи больным. Расширилось число магазинов, открывшихся для обычной торговли. Можно заниматься спортом на открытых площадках. В районах меньше стало зараженных коронавирусом. Проводится активная работа по вакцинации населения именно пневмококовой инфекции. Это вакцина в достаточном количестве у нас в республике. И вот буквально на днях ждем распределения вакцины от гриппа. То есть парамерно будем начинать к вакцинации гриппа. Основной напор и упор. Эти основные массы населения в условиях более-менее стабильной ситуации это у нас будет работать в сентябре месяц. И когда мы принем основную или большую часть нашего населения, тем самым подготовим население к эпидезону. Через месяц начинается новый учебный год. До 19 августа школы и вузы должны выполнить перечень необходимых требований, связанных с безопасностью и здоровьем учащихся. Везде станет обязательным утренний фильтр. Температуру тела зафиксируют в специальном журнале. После каждого урока будут проветривать классы. Дезинфицировать коридоры и вспомогательные помещения. В планах Минобра – закупки термометров, дозаторов. Для этого понадобится как минимум 90 миллионов рублей. В проверке готовности обязательной организации запланировано вход в целом на верхнем направлении. Прежде всего, состояние материально-технической базы, закрепленного земельного участка, условия медицинского обслуживания, вода и газоснабжения, готовность пищеблока, норма освещенности. Также предприятия по обеспечению охраны и безопасности. Кроме того, транспорт на обеспечении антистатистической защищенности. Подводя итоги заседания, в Рио главы Чувашской республики рекомендовал шире использовать московский опыт, чтобы все желающие могли пройти тестирование. Под особый контроль надо взять вакцинацию. Выполнение этих и других мероприятий позволит выйти на завершающий этап снятия ограничений. Анастасия Миловидова, Алина Сусметова, Игорь Зверев, Республика. Государство помогает фермерам. Андрей Григорьев и Михаил Тагеев с Мариинско-Пасадского района – партнеры по бизнесу. Выращивают зерновые культуры и содержат крупный рогатый скот. Активно пользуются всеми формами поддержки агробизнеса, предусмотренными в республике. У Андрея Григорьева стадо на 350 голов. В среднем на ферме работают 12-14 человек. У каждого своя зона ответственности. В особо напряженные дни нанимают работников по договору. Летом надо успеть многое. В этом году посеяли 1500 гектаров озимых. Все это пойдет на корм для коров и быков. На двоих у нас 1500 гектаров. Где-то, ну, погода, если позволит, месяц где-то будем убирать. Два комбайна у нас новые, в прошлом году куплены они. Техосмотр прошли. Также у нас на зернодуху сушилка работает. Если что, мы зерно будем сушить. Комбайн «Полесье» фермеры приобрели на паях за 5 миллионов рублей. Первоначальный взнос за оборудование составил 30%. Половину этой суммы им возместило государство. Такую поддержку могут получить и другие фермеры при покупке нужной в хозяйстве техники. Это стало возможным после подписания соглашения о сотрудничестве между Чувашией и Росагролизингом. Работать на этом комбайне одно удовольствие. Все автоматизировано. То, что сломалось, там сразу показывать на дисплее. Все высвечивается. С помощью этого комбайна за день можно убрать 30-35 гектаров. В зависимости от поля. Развивать фермерские хозяйства – одна из приоритетных задач государства. Эти люди не только кормят себя, но и дают рабочие места односельчанам. Мария Федорова, Алексей Зотиков, Николай Скворцов, Республика. В Чувашии создадут круглосуточный центр мониторинга инцидентов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Его будущую работу обсудили в Доме правительства. Все чрезвычайные ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, возможные риски. Адреса аварии будут заноситься в единую систему, которая должна действовать по всей стране. Она позволит в режиме реального времени владеть ситуацией, оперативно принимать решения. Кроме того, с помощью системы легче будет отслеживать ход подготовки регионов к отопительному сезону. Прежде всего, через мониторинг ситуации мы получим оперативное реагирование на возникающие ситуации. Это первое. Но более главное является то, что через анализ тех аварийных ситуаций, тех данных, которые поступают из различных сфер жизнедеятельности, мы можем проводить профилактические мероприятия и не допускать эти аварии или критические ситуации во всех сферах жизнедеятельности. Ну и очевидно, что для этого мы сможем вырабатывать более эффективные решения, а как следствие более рачительно можем использовать средства бюджета. Система будет взаимодействовать с аналогичной структурой Минстроя России. Теперь в профильном ведомстве сложится целостная картина состояния объектов ЖКХ по всей стране. Так легче расставлять приоритеты и отправлять финансовую помощь туда, где она нужнее. Система создается для общероссийского управления сферой ЖКХ. Сегодня информация разрознена, и поэтому оперативные взаимодействия между компаниями не бывает. Система мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ работает в пилотном режиме в 47 регионах страны. Но до 1 сентября к ней присоединятся и остальные, в том числе и Чувашия. Юлия Важенина, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика. С начала этого года более 350 человек направлены на профессиональное обучение. Оно проходит по особо востребованным специальностям. Таким образом повышается конкурентноспособность безработных на рынке труда. Причем перед этим с ними проводится профориентационная работа. Кроме того, служба занятости помогает в трудоустройстве самые популярные профессии, которые хотят освоить безработные. Это парикмахер, специалист ногтевого сервиса, дизайнер интерьера, оператор ЭВМ. Защита прав и интересов граждан – главное дело их жизни. Прокуратура Чувашской Республики отмечает 98 лет со дня образования. 1 августа 1922 года первым прокурором Чувашской автономной области был назначен Александр Лбов. С тех пор эта дата считается днем образования ведомства. И по сей день главной задачей правоохранителей остается защита прав и интересов граждан и государства. На моем иждивении находится ребенок-инвалид. У нас ДЦП. Мы долго не могли получить коляску на его реабилитацию. Я ходила в органы нашего страхования, ФЭС, Чувашия. Нас кормили завтраками. Сегодня, завтра, послезавтра. В итоге обратилась прокуратура. Прокуратура провела проверку, нам предоставили коляску. Именно такую, как нам нужна. По всем параметрам. Коляска активна, ребенок может сам на ней ездить без посторонней помощи. Я благодарю работников прокуратуры Чувашии за оказанную помощь. Мне предоставили квартиру двухкомнатную в хорошем новом отремонтированном доме. Кроме меня в этом доме выделили квартиры еще другим детям-сиротам. И я хочу поблагодарить прокуратуру Маргарушского района за предоставленную помощь. В строительство ЖКХ, экономика, образование, медицина, прокурорский надзор распространяется практически на все сферы жизни. Защитниками выступают специалисты с обостренным чувством справедливости. Евгений Ортиков один из них. Читая в школе о великих исторических деятелях, он уже знал, какую профессию выберет. После окончания университета сразу пришел работать в прокуратуру. За 18 лет прошел путь от помощника прокурора до прокурора одного из районов столицы республики. Основная функция прокурора любого уровня – это надзор за обеспечением законов. Прокурор создан для того, чтобы закон, который написан на бумаге, он реально действовал в жизни. В органах прокуратуры существуют те задачи, приоритетные задачи, которые ставят генеральный прокурор Российской Федерации, которые ставят руководство страны. Среди них, на территории Калининского района, это наиболее актуально, это обеспечение прав участников долевого строительства. У нас 10 объектов достроев, по которым мы работаем каждый день. Далее, это обеспечение права на получение людьми заработной платы. В настоящий момент 4 организации не выплатили, в свое время не выплатили за должность 37 работников. С молодыми сотрудниками всегда готовы делиться опытом ветераны прокуратуры. Анатолий Иванов проработал в ведомстве более 20 лет. Чаще всего он вспоминает годы, когда занимал должность следователя по особо важным делам. В лихие 90-е годы очень сложно было действительно работать, очень много было убийств, изнасилований. В 2001 году меня оставили исполнять обязанности прокурора и Брестинского района. Я первый раз приехал на совещание, как исполняющий обязанности прокурора района. Совещание проводил Зайцев Сергей Петрович. И меня просто-напросто поразило, во время совещания Сергей Петрович спросил, а где тут исполняющий обязанности прокурора района Иванов Анатолий Петрович, который должен был быть тут. Я встал. И тогда Сергей Петрович при всех сказал, вот, этот человек, который не оставил ни одного нераскрытого преступления. Следователь, который исполняет обязанности прокурора и в том числе поддерживает государство на обвинение. И при всех мне вручил именные часы, которые я ношу до сих пор. Татьяна Трофимова, Бахтияр Велиев, Николай Скворцов, Республика. В Чебоксарах юные вандалы массово изрисовали остановочные павильоны. О том, во сколько это обойдется в нашем сюжете. Порча муниципального имущества и явление в Чебоксарах, к сожалению, нередко. За последнюю неделю вандалы испортили 30 остановочных павильонов. Изрисованы остановки на всей территории Чебоксар. По улице энтузиастов Богдана Хмельницкого, Московского проспекта и проспекта Максима Горького. Причем вандалы использовали краску на основе кислоты. Отмыть ее уже невозможно. Администрации города придется сменить испорченные стекла на сумму 145 тысяч рублей. Только за этот год, начиная с января месяца по июнь, 18 таких случаев было. По каждому случаю есть обращение в полицию. Часть виновных лиц установлена. Заявление подается по статье 167. Умышленное причинение порчи. То есть умышленное порча чужого имущества. Статья предусматривает от штрафа в 40 тысяч до ограничения свободы до двух лет. Городские власти просят жителей города не оставаться равнодушными. Если на ваших глазах кто-то портит наше общее имущество, попробуйте остановить хулиганов или сообщите о них в полицию. Анастасия Миловидова, Андрей Спиридонов, Республика. Коллегия любого профильного ведомства – это разговор специалистов о развитии отрасли и проблемах, которые надо решать в первую очередь. На этот раз на повестке дня была культура. Обсуждали вопросы отрасли в разрезе комплексной программы развития региона. Принято решение, что будет капитально отремонтировано 25 объектов. Современным оборудованием обеспечат 22 организации. Это и многое другое позволит на 15% увеличить посещаемость учреждений досуга. Теперь о ближайших перспективах. Финансирование отрасли на 2020 год составляет 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Уже в этом году будет построено 4 сельских дома культуры. В действующее поступит новое оборудование. Ведь современный дом культуры на селе – это и театр, и кинозал, и творческая площадка для детей. Сельские дома культуры в Чувашской республике сегодня наиболее востребованные учреждения. К нам обращается огромное количество жителей Чувашской республики, жителей деревень, населенных пунктов с просьбой все-таки провести ремонтные работы, привести в качественное состояние зданий их домов культуры. Лучшие специалисты отрасли получили награды. Я преподаю хореографию, специализацию, так как я имею спецобразование. Я закончила театральный институт имени Луначарского, ГИТИС, и веду предметы, как композиция, постановка, танца, ну и национальная хореография. Как необычно мои студенты называют меня матерью Чувашской хореографии. Чуваш Таши Амаша. И вот я мне в этом году юбилей республики, но и мой юбилей мне 80 лет исполнилось, 81 год пошел. Но пока я работаю в здравии, но и есть такое желание, имея возраст свой, знания, свои умения, навыки, хочу передать своим будущим коллегам. Отдельная тема – сохранение богатого культурного наследия. В эпоху глобализации делать это становится все труднее. Нужны новые подходы и инструменты в развитии языка, национального искусства. Один из вариантов – республиканский государственный заказ на создание новых произведений в области литературы и музыки. Возможно расширить практику грантов. В этом плане большие задачи стоят перед существующими в республике институтами, которые работают в этой области. Ульяна Пятакова, Юрий Марков, Республика. Сегодня мусульмане празднуют Курбан Байрама. Это один из священных праздников в исламском мире. В Доме дружбы народов в Чубаксарах прошел круглый стол с представителями национально-культурных объединений. По данным переписи в Чувашии проживают представители 128 национальностей. Для всех республика стала вторым домом. Согласия и мир сохраняются общими усилиями. По данным социологического опроса Минкультуры Республики, почти 90% респондентов оценивают межнациональные отношения в регионе положительно. И не испытывают в последние годы каких-либо неудобств или негативного отношения к себе из-за принадлежности к той или иной нации или религии. Чуваша остается одним из наиболее стабильных и спокойных регионов России. В национальных праздниках участвуют представители разных народов. На круглом столе высказали немало интересных предложений. Например, представители азербайджанской общины предлагают снять документальный фильм об общих корнях двух народов. А автономия татар назвать одну из улиц Чебоксар именем Габдулы Тукая. В Рио главы Чувашии Олег Николаев отметил, что такие встречи только укрепляют дружбу между народами. Если нет согласия мира в любом регионе, потеряем все. Потому что всегда пытаются и пытались иностранные государства подействовать России по межнациональным отношениям, строить разборку и так далее. Но этому мы не дадим. Потому что российские народы все вместе. Хотел бы выразить благодарность от имени Союза Армян России, Чувашскому народу и Чувашской земле, которая, скажем так, нас с добром восприняла и дружелюбно. Полагаем то, что, скажем так, данное взаимоотношение возникло и в том числе ввиду того, что мы все являемся в первую очередь христианами и являемся очень толерантными людьми. И также хотел бы пояснить о том, что, да, на сегодняшний день на территории Чувашской республики живут и много других людей и иной национальности. И на сегодняшний день мы проживаем с иными национальностями только в дружелюбии и добрососедстве. У нас национальных вопросов нету. Они не решаются, потому что их нету. И они будут до тех пор, пока люди будут в таком же ритме жить, взаимопонимании, взаимовложении друг к другу. Национальный вопрос возникает из-за каких-то личных амбиций. Эти личные амбиции должны пришаться на месте в своих национальных культурных объединениях внутри себя. В Чубаксарах появятся отделения детской онкологии, кардиологии, эндокринологии и другие специализированные подразделения. Минздрав Чувашии предполагает открыть их на базе Республиканской детской клинической больницы. Но для этого надо построить новый лечебно-диагностический корпус. Кроме этого необходимо приобрести современное оборудование – компьютерный и магнитно-резонансный томографы. Вместе с реконструкцией старых корпусов РДКБ на эти цели потребуется 3,8 миллиарда рублей. Это позволит удержать показатели младенческой и детской смертности на низком уровне. В Чувашии завершился этап регистрации кандидатов на должность главы Чувашии. Удостоверение получили пятеро – Сергей Матвеев, Александр Андреев, Константин Степанов, Николай Степанов. Временно исполняющий обязанности главы Республики идет на выборы самого движенца. Накануне в народном штабе Олега Николаева прошло обсуждение комплексной программы социально-экономического развития Республики. Вы получили удостоверение кандидата на пост главы Чувашской Республики, с чем мы вас очень сердечно поздравляем. Настоящее удостоверение настоящего кандидата. Теперь перед сторонниками стоит задача донести основные положения программы до избирателей, ведь по сути голосование идет не просто за ту или иную личность. Жители делают выбор за вектор развития региона. Я, когда выступал в Центральной избирательной комиссии, призвал своих коллег тоже поступать таким же образом, чтобы у нас была конкуренция, конкуренция предложений по решению тех задач, которые стоят перед Чувашской Республикой. И я думаю, что мы с вами все, я прежде всего, очень внимательно, конечно же, буду вникать в любые предложения, которые будут предлагаться нашими конкурентами, с тем, чтобы посмотреть, нет ли там что-нибудь полезного к тому, что уже наработано нашей командой. Комплексную программу уже назвали программой конкретных действий. Ее обсудили на всех уровнях. Она затронет все сферы экономики. Она очень амбициозна. Я могу это сказать, что отчасти опухает. Хорошо, зная эти показатели, за эти 5 лет мы должны расти с вами показатели производства продукции в сельском хозяйстве в 1-4 раза. Это очень амбициозно. Но мы видим эти 160 проектов, да. Я могу доложить, что мы уже работаем над этой программой. Мы просто разработали, мы обязательно пока выиграете, а потом мы приступим к исполнению этой программы. Со многими из тех, кто там именованы, мы встречаемся. Поэтому у нас у банкиров есть повод пойти на предприятие. Когда ты вдохновляешься чем-то, об этом хочется рассказать, хочется поделиться с окружающими. И сделать это популярно. И, откровенно говоря, я считаю своим долгом, особенно те позиции, которые мне близки и понятны, в частности, блок здравоохранения, популярно донести. С программой можно ознакомиться на специальном сайте www.zanikolaeva.ru Татьяна Молкова, Маргарита Мельникова, Юрий Марков, Республика. Школьникам не придется в 2022 году сдавать ЕГЭ по иностранному языку. В Минпросвещении России отказались от идеи ввести этот предмет в список обязательных. Соответствующая позиция основана на многочисленных экспертных оценках специалистов. Ранее планировалось, что обязательными для сдачи ЕГЭ помимо математики и русского языка будут еще два предмета – иностранный язык и история. Теперь выпускники и их родители могут вздохнуть с облегчением. При этом школьники, которым ЕГЭ по иностранному языку нужен для поступления в ВУЗы, спокойно будут сдавать его как предмет по выбору. Во многих городах и районах стали появляться благоустроенные площадки для детского отдыха. Во многом благодаря проекту «Жилье и городская среда». Но есть и активные жители, которые сами заботятся о досуге своих детей. На улице Ленина в район-центре когда-то были густые заросли крапивы. Теперь здесь целая игровая зона. И построили ее сами жители. Они благоустроили территорию, а местная администрация закупили качели, горку и песочницу. На территории Баттерского сельского поселения благоустройством занимаемся не только мы в лесе администрации, но и сами жители. Тем самым инициативной группой по данному о детской площадке вышел Паймулин Андрей Владимирович и о дворовая территория. Семья Паймулиных работала с душой. Установили олимпийскую горку, украсили площадку разнообразными рисунками. Местные ребята уже оценили новое место отдыха. Оно практически не пустует. Голоса детки не смолкают. На самом вечере. Это самое главное признание. Потому что они домой не заходят, пока их не позовут родители, дедушки и бабушки. Значит, детям нравится, значит, все нормально. В планах молодой семьи отделение площадки и установка теневых навесов. Скоро в Баттерском районе появится еще одна зона отдыха с уклоном в физкультуру. Работы ведутся на пересечении улиц Ленина и Южная. В общем собрании с жителями решили, что давайте предложили им, показали проект, какие на сегодняшний день у нас есть. И совместно с населением, управляющей компанией решили благоустроить данную территорию. Уже подготовлено основание по детскую спортивную площадку с рединовым покрытием. В ближайшее время поступит оборудование. Это главные новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Субтитры предоставил DimaTorzok